6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Это заболевание до сих пор остается неизлечимым. Каждый пятый слепой в мире потерял зрение в результате глаукомы. Однако, если вовремя диагностировать болезнь, то можно избежать слепоты. Подробности у Анастасии Конниковой. Антонине Семыкиной, 83 года. На учете у врача-офтальмолога состоит с диагнозом катаракта. При отсутствии лечения это заболевание может привести к развитию глаукомы. Я под наблюдением, поэтому я и вижу. Но у меня один глаз-то, конечно, согласно возрасту, он давно у меня. Ну, ничего. Я вижу. Я вижу, читаю. На сегодня в Староскольской поликлинике номер 2 на учете с глаукомой состоит 731 человек. В зоне риска люди старше 40 лет, имеющие наследственную предрасположенность. Страдающие сахарным диабетом, артериальной гипертонией, шейным остеохондрозом. При первых симптомах коварной болезни следует обратиться к врачу. Быстрая утомляемость глаз, появление пиленной перед глазами, чувство распирания глазного яблока. Это свидетельствует повышение внутриглазного давления, снижение зрения, сужение поля зрения. Это характерно для более развитой стадии глаукомы. Также, как во всех учебниках описывают, но симптом этот не очень характерный – появление радужных кругов при взгляде на источник света. При своевременной и правильно назначенной терапии можно избежать слепоты и практически полностью сохранить зрение.